нам вот теперь на большой вот большой вот туда или ты что и как бы с одной стороны ты вроде как такой типа вау да с другой стороны это человеку просто ну типа сударь вы его не могли бы уже как-то уже как-то много кто думает что мы с тобой идем по сценарию и что мы с тобой шутки твои вот эти вот так правильно мы готовим целый день мы встречаемся с таней сначала мы улезаем с кровати естественно потом смешно я уже давно шикаре да татьяна у вас костюмы как будто мы на кинге пати а мы идем на кинге пати потом я чего мы уже начали на самом деле чё ты тогда поехали что нас сегодня профессиональный оператор наконец-то понимаешь который такой типа подождите а ты знаешь почему но а мне дали денег за интеграцию ты чего нанял за деньги а мне не платят никогда я добьюсь чего-то хотя бы через постель в этом городе потому что денег я здесь не увижу мне кажется я ему всегда плачу на самом деле да более того сколько ты бегал с моей камерой пару лет я надеюсь вы его увидите где-нибудь в отражении потому что у нас что операторка операторка что оператор красавцы не могу как издание в которой я тебя врешься не буду крутить вертеть вокруг станции метро петроград боже мне если будут вертеть крутить наконец-то ничего себе наконец-то я стал и геем вот здесь для меня было некоторым открытием на углу красивейшее здание стояла как петра палас спорт палас получается она в архитектуре такое же как то что стоит на набережной малые метки экономиками на строк но не совсем есть есть фотография да это белогруд такой архитектор построил ты нашу там был кленовый пол и там раньше же как но ты не можешь вот на улице подойти к девушке так сказать а там ты можешь ее еще так знаешь а я типа помнять они катались на роль это было дико модно молодежная ролики на четырех были колесах у меня были такие тоже да и стоял на марсовом поле еще один скейтинг ринг очень крутая штука перестала быть популярным потому что первая мировая или потому что надоело нет ну потому что до 1 мировая на все все угрохала а потом уже вот надо века ты за что там башня должна была быть по проекту ревенсора на углу нет этого проекта не видела зато я видела потом проекта моего любимого мои ролики кроме своих да славно и как там подожди у меня нарциссическое расстройство бабушках уличили наконец-то не диагноз поставили слава богу справки если выпишут я хоть на работу ходить не буду а сейчас ту работу кто на что учился пашу мне вот это здание нравится там такой сюр внутри каждый раз мы сейчас туда обожаю просто потому что я между прочим здесь занималась фехтованием так что пошутишь уходил сюда на концерт группа аукцион и еще на что только не ходил пойдем я тебя пойду теперь в шоколадный бар вау раз ты гей сегодня начнем с этого вход не очевидный чтобы искать нужно из метро выйти вот это вот непримечательную дверь совсем печати и штампы благодарю я всегда если на радость когда есть воспитанные женщины вот в нашем мире а то вот эти вот эти паны приду абраганы которые не умеют открывать дверь мужикам ну что это если она еще зарабатывает да бестолковая баба понял да через будку охраны попадаем во внутрь и сразу же тебя прельщает этот вид оранжерейный ну ладно я потом тоже еще один бешеный проход покажу возможно давай мне нравится это местечко давным-давно а и приходили от тебя я имею ввиду твои подписчики нет у меня просто серая масса тупая такая они были у меня на индивидуальной экскурсии нет у меня только лучшие люди только лучше люди ко мне ходят только лучше люди меня смотрят честно слава ребята привет даже дуба хейтеры хейтер у меня тоже самые лучшие самые лучшие хейтеры и они были у тебя на индивидуальной экскурсии пришли ко мне и водила я их по петроградской стороне для них готова маршрут и так что практически повторяем но для тебя оставил только заведение а для ребят была еще и история полезная так что вот смотри зима не придет в этот город никогда до тех пор у нас есть оранжерея кафе она же ресторан она же бар она же шоколадный бар она же бывшая когда ты то есть если туда пройти они запотела там театр запотела что будем делать бумажечка салфеточку здрасте да у нас забронирован и мы предупреждали на татьяну так сейчас мы разберемся все мы разобрались смотри у нас есть огня наш стал просто обычно так долго давайте мы сделаем круг почета и можем теоретически брать с собой потому что и камера запотевает и с местом в целом все понятно да популярное место стало естественно в инстаграме поэтому когда вы приходите ой ну нам тут прямо сделали по красоте пашка это такой представь что мы с тобой на первом свидании вот этом несчастном спасибо большое боюсь когда мы с павлом вместе хороший отдых искать необходимо в словаре хочется прямо как вас фильме чтобы сейчас какой-нибудь мужик тебе подкатила я бы его туда головой бы не хочется чтобы какой-то мужик ко мне подкатил так мы же уже выяснили что есть все шансы для этого есть миллионы шансов да мужики вы почему не подкатываете давайте разберемся мужики почему не подкатывайте к татьяне следующие 10 комментариев посвящены мне слушай да значит что у меня честно говоря это место с одной стороны веселец с другой стороны необратимо возвращает топ парадную то в дом культуры а в доме культуры что-то понимал я провела на детство отрочество юношество и что там еще можно было золотые годы свои зацепить потому что мама моя была директором аж трех домов культуры областных получила моносовском районе и в тоснинском районе поэтому на сцене прошла естественно моя жизнь и по маме не было и директором домов культуры и хореографом и слышали танцы поэтому все что на сцене д.к. она для меня как это возвращение в детство так ты д.к. штуцей не докажется я этот дитя дитя худрука ну ладно а пока суть до дела давай я так сказать расскажу так сказать расскажу рассказ друзьями 25 ноября вас ждет фестиваль все в кабель порте под названием ленгран стакан это видео я афишу у меня афишу ты видела потому что но вот там 5 юбилейная просто хочу сказать что там будет 50 уникальных домашних напитков более чем дальше от мастеров со всей россии мастер-классы по изготовлению сосудов и медовых продуктов это тебе не бери на себя все роли хорошо что не только у меня шуточки за 300 есть еще помощники ярмарка ремесленников и пчеловодов выступление известных блогеров и представителей сми живая музыка конечно конкурсы с розыгрышем призов ну и в общем короче там возможно будет даже номинация от меня я надеюсь что это исключительно да что за номинация тебя что ты там а вот он как раз там мне предлагает вариант пока мы утрясаем но возможно будет да ну и соответственно ссылку я помещу там описание билеты можете купить приходить это будет голубь ну прикиньте себе огромный запыта стоят например смогу для аппарата я представляю себе такой зал потому что еще раз напомню я выросла я обязательно мне нравится вообще эта штуковина единственное вот у меня знаешь что здесь вот эти смешанные чувства на тему нравится мне это странновато ли это или нормально ли это потому что наши фестивали пока что все равно они знаешь какие-то ну вот я понимаю связь пчеловодов льна и самогона и наливок и настойки но очень сложно это делается и я прихожу на крафтовый фестиваль пива тут я ходила на элагином острове теперь хочу естественно пойду наливки настойки смотреть ибо помимо того что это распространяется огромными темпами культура развивается года назад по моему как мы об этом уже говорили можно сказать что вы чуть-чуть этому способствует я думаю что мы вообще транспорт запомнить новое словечко на руси так называли лидеров мнений стыдно не знать стали называл их рабочий класс и в общем что она всегда немножечко какое-то слово наверное еще за и слово такой вот поэтому конечно хочу пойти посмотреть однозначно мне нравится как развивается малый бизнес и будь ему и дорога потому что иначе вообще хотелось бы этот бизнес видеть да они вот эти прогнозы на то как мы снова окажемся все в девяносто третьем году а в девяносто третьем году я была в дико мне кажется девяносто третьем году мы все были в дико я даже успел поиграть на сцене некоторых дико а у тебя будет какой-то очень ближайший концерт да у меня будет ближайший концерт у меня будет днюха 1 декабря такая неформальная сколько исполняет 48 лет в первый раз решил это дело отметить тебя не смущает четное число у меня вообще я живу в россии что я вообще в принципе можно смущать согласно вот и будет еще на нафесте играем за стороне декабря 12 января мы в москве выступаем так что да я знаешь тоже не успела заметить как проходит ноябрь не все таки у меня хандра ноябрьская вот это все зима близко а я вот не успеваю замечать потому что во первых места знать погода в этом году стране без не без этого не без ледяного дождя я бы сказала да что обычно расстраивает но и не без пока что снежных этих занятий зря буду тепло все таки согласись так мы что единственный есть нюанс в этом заведении что вот сколько мы здесь сидим кайфуйте поэтому я думаю что в рамках передачи чтобы мы не мучили не даже нервные клетки пошли к стойке к стойке мы можем взять что-то с собой ибо значит место это я рекомендую не за напитками у них есть еда есть даже что-то ну когда неплохое надо надо пробовать она и такое семейного как-то да досуговая здесь получаются приятные фотографии удивить бабушку тетушку из ближайшей губернии легко провести просто теплый вечерок зимой неожиданно неожиданно все остальное видите сами в общем она такое да тут вот кондова слегонца но где-то в душе наверное любимая наверное за эти пальмы что-то возвращает меня то в детство то в теплые края пойдем стойки вина я думаю здесь или каких-нибудь пузырьков пузырьков этот алкаши место химиши да еще даже не выпил меня уже штормить это все от вас татьяна все от вас я надеюсь хьюст у нас проблема то они не принимают там заказы а тогда а что делать тогда принесите нам сюда скорее мы возьмем с собой мы будем может вообще не будем тогда брать мы тогда вообще можно да да давайте сделаем это жарко и хочется да если не могут как услышишь песню с утра и все и она тебе просто а клип какой там офигенные загуглите на его от сайт это шикаре просто потрясающе можно рассчитать знаком что чешется нос чешется нос внутри игристого тигрис ну не бутылку с до с собой что вас удивляет очень удивилась девушка явно молодая водку из полиэтиленового пакета с собой стакан пластиковый водку теплую из мыльницы мороженица вот прям понимаешь как это монет хочется туда нырнуть но мне кажется это другая вечеринка как раз таки на кинке пати вполне себе зайдет ты был вообще когда-нибудь на таких вечеринках идет слушай извините пожалуйста поклонники если мало ли я к сожалению пропустил самые культовые ну смысле как сожалению несколько об этом и жалею лошадка пати слышал про такие я работала а ну вот барменом тихо спокойно барменом бит давай тебе давайте а есть закрытая бутылка если в плане если еще не открывалась сегодня например все окей все окей давайте любим что мне вообще не страшно даже говорю даже пакет может быть подойти с золотой рыбой сразу ты меня слышишь расскажи нашим зрителям у меня когда-то я бы даже не сказал мечта короче очень я хотела быть бармен настолько что хотела в ассоциацию барменов в школу учиться меня никогда не брали мне говорили что молодая мне было тогда 18 кеги пиво все дела еще было не принято что девочки работают за баром активно и везде и меня брали тогда баксы но мне не хотела у них было иерархия как сэта 3x 4 4x 3x немножко другое и меня не значит не брали брали только в иксы вы в их сах была своя иерархия мне она не нравилась и взяли меня в конечном итоге это был concord group один из ресторанов в строганов скам дворце во внутреннем дворе работал бар и я прикинь не помню как он назывался в общем вспомнил скажу или там тоже найдут сюда ребята как он назывался напомнить назывался диме глаз глаз кафе деменция называется моя жизнь уже потихонечку глаз кафе он до сих пор едет сама вот эта штука шатер да это не это я знаю и туда меня взяли работать за бар и они проводили вечеринки в том числе была и лошадка и лошадку я видела с трезвой стороны поэтому психологическая по этому поводу может где-нибудь нет нет и проявится после 40 это конечно это гремело но я я просто был абсолютно не в этой культуре и играл хардкоры слушал хардкоры и шарился по всяким там там и прочим на твой вот этот вкус предречения на тем вот чем сейчас увлечется смотреть скейтинг ринг был был ну там война войной в плане тогда интересов внутри то есть люди же отказываются или наоборот увлекаются какими-то культурами и субкультурами но не только же потому что когда внешние обстоятельства внутри вот когда внутри ментальности народ вот куда я сейчас понятно азиатский рынок все вот эти как раз таки и вечеринки и манго и корейские все различные иску искусство выставки и вообще если ты обратишь внимание на тренды молодежи там ну аля под 20 лет то они активно активно вообще вот субкультуру вот лофт проекта этажи там если ну и там наблюдать и вообще что происходит нас тут недавно додо пицца делала коллаборацию с какой-то китайской игрой и там не ходила пока пока по корейским кафе танечка откройте страшно это зависть знаешь что я тебе рекомендую заведи себе ну хотя бы на пару раз двадцатилетним ты откроешь для себя просто новый мир когда это случилось со мной только это было двадцатилетняя я увидел мир вообще совершенно с новой стороны я всегда всем говорю что ты эту информацию ты нигде не подчеркнешь не в интернетах ничего но то есть это на это будет смотреть совершенно по другим углом зрения пока ты не будешь именно тесно общаться с представителем совершенно другого поколения ты этого не поймешь и поэтому да это спасибо большое спасибо паша хочешь сладенькую конфетку тебя тебе не 20 я люблю я люблю все что с шоколадом тогда на ваш выбор в кафу со вкусом сыра не хочу не хочу не давать вот это то что сливки чё-то вот земляника со сливками нет то же самое здесь ты будешь шоколад здесь ты будешь у них кстати они же когда-то вообще когда откроется сколько помню это был реально шоколад бар у них был очень вкусный горячий шоколад но было бы странно если бы в конторе который называется шоколад торговали бы пельменями сейчас вот есть десерты обменю что-то видимо я не не досмотрела позицию очень короче шоколад наверняка тоже есть так что наш особенный гость понимаешь поэтому если мы говорим про слова тренды смотря в какой целевой аудитории я на все смотрю глазами вот медийщика потому что я поэтому тебя и спрашиваю то есть вот как бы если вот одну куда вот есть где ну как бы ты замечаешь какие-то внутренние тренды кино сейчас просто будет он уже есть бумки но отечественных сериалов причем уже понятно какая тема востребована это есть это во первых все что связано с периодом великой отечественной войны это понятно даже но при этом это как наш а мы опять начинаем открывать там всяких там пушкиных и так далее вот эти все национальные герои они сейчас опять будут я не удивлюсь если кто-то снимет очередную сагу про есенина допустим да или там про лермонтова и прочее ну собственно я сам сейчас вот книжку пишу же под экранизацию поэтому я это вижу поскольку всегда в такие времена это выстреливает и более того я могу сказать что это не умрет никогда то есть у нас может быть полная в стране же но вот интертеймент именно этот он всегда был есть и будет на это деньги будут всегда не будет частных инвестиций будут государства и бабки туда вливаться потому что людям надо что-то и на самом деле я абсолютно я как бы не слежу но я абсолютно верю что если огромное количество очень качественных продуктов как сериальных так и кино а ты когда не снимал что нибудь не со стороны сценариста а вот ну как бы участвовать в процессе съемочного у меня есть короткометражка моя который вот макс оператор который я очень не но это было действительно очень серьезно работа на минуту называется мужика хочу она есть меня на канале можете загуглить там очень такой хитрый сюжет сначала якобы с гомосексуальным по текстам на самом деле по факту нет вот и мы это было серьезно работа мы снимали ее на территории нынешнего лофта который вот на на петроградской стороне там была убитая такая территория у меня там были два таких как качка борцам и там была полная съемочная команда вот и макс который вот такой киношный оператору там и все надо чтобы там дым вот это все там контровые какие-то значит тени и т.д. и принципе дальше хотела еще снимать еще одну короткометражку спасти котяток но уже на это мне не хватило средств но я нет я бы я постоянно что-то снимала раньше и более того у меня никогда не было переработок то есть я всегда на ходу понимался мы что-то не успеваем значит вот это мы купируем ну и плюс у меня был например довольно неплохая работа исторического консультанта с режиссером козловым на картине совесть я работал то есть даже и там есть в титрах потому что обычно это все типа проведите нам экскурсию всем ногу кому съемочным группам экскурсии проводил а это было именно там подобрать тем более был очень сложный период это ленька пантелеев а это короче момент когда старая форма уже ушла новая форма еще не пришла вот надо было показать эпоху вот именно этого времени ну я там как-то постарался помочь и декоратором и художником по костюмам и всем остальным и в общем они остались крайне довольны а где тебе вот комфорт написать сценарий вот так проживать ставить кадр вот так или консультировать что будет ну какое-то конкретное задание спасибо большое тебе цвет ничего страшного сейчас она уйдет в маленькую коробочку моментально мне нравится писать я в общем-то к этому буду стремиться потому что я же миллион раз говорил ты когда пишешь ты проживаешь еще дополнительной жизни то есть обычно люди живут одну жизнь а я уже прожил их больше потому что написал роман корень где проживал судьбу своих героев вот и сейчас вот я пишу тоже но это совершенно есть такой эффект отлично моем случае херово пишется дома очень хорошо пишется в какой-нибудь кафе вот реально я всегда уезжала у меня была эта традиция то есть либо намеренно себя поместить в условия если есть такая возможность там переехать когда ну конкретно и что-то пишется либо на денек вот куда куда-то вот как не знаю этот флёр то есть это блажь литераторская дождь но мы быстро мечнемся видимо такой у нас просто ребята камера такая это него про что ее а давай может быть есть что-то сверху ее накрыть бумажка пакет бумажка пакет бумажка пакет не дональт десертику приятный но такой может быть просто не ценитель земляники от сливков суши вы ребята мы такие с вами скрепные так что лишь и 2 смотри нам с тобой идти пешком 4 минуты это вот вот он здесь да я понимаю куда нам идти я не очень надежно вообще сегодня знаешь как всегда писали а как сюда писали что нет дождя сегодня писали я поэтому так и обрадовался более того его и не было и мне кажется он страшнее чем на самом деле потому что смотри на лужа и все вот это гремит исключительно потому что мы можем себе позволить железный лист сейчас мы пойдем возьмем пакет и наденем оператору на голову давай давай хочется сразу рассказать анекдот про пакет но длинный и очень-очень пошли но это твой канал я не буду все-таки должен быть предел но саша да на самом деле как бы терпимо попробую звучало страшнее чем как говорили на рязанчине let's try let me speak from my heart вот это вот типичная мне кажется знаешь когда в каких года 80-е когда ты вот страшными словами являлась чтобы ты жил на одну зарплату и когда каждому человеку рабочему приходилось так или иначе находить себе какие-то да ну дополнительные средства к существованию абсолютно все имели я не знаю там стоматологи дополнительные да там кабинеты не знаю у себя дома там брикмакеры там еще стриг еще кого-то и курицу и вот обивать двери вот этой ваты и кожей это же вот тренд как каких-то натуральный дерматин в общем так что мне кажется есть некоторый смысл вот эту советскую эпоху очень мало заметила я разбирают именно в учебниках учебниках статьях есть но тоже не ну вот прям это реально немного прям хороших разборах немаленьких статей так что иногда приходится днем с огнем искать и народ я нарды или после ординар сейчас я тебе скажу я не помню что если после ординарный мы сейчас метемся очень хитрым способом если этот нарды мы не будем хитрым способом я просто тут буквально наметил но маршрут сейчас все будет по петроградку мне это уже много но сейчас паша я не вижу что это за дом ординарная до после вот смотри после вот ординарная и вот он сразу на углу вот здесь мы сейчас пройдем очень хитрым путем который я так уж и быть пожертвовал камера в шапке не приглянулся слышишь эту музыку только не танцую обещай мне смотри на чем он играть смотри на чем он играет прелесть почему ты не хочешь чтобы я танцевал я хочу но это же из матрицы слышишь музыку не танцуй я думал ты скажи это минутка и смотри все таки такой да да именно именно идем мирлонову и цена расскажи ты находишь визитной карточкой вот эти дом направо вот эти там стоит хитрый ход что визитной карточкой дом там где театра это тоже белогрудовский дом ну да он как бы держит площадь и он же такой типа крепостная архитектура вот так вот разверни камеру так ты знаешь что я когда искала маршрут для гостей ребята обещала что буду вести по вашему маршруту я зашла в этот двор и такая хитрый ход ты должен быть хитрый ход но я пошла туда а он был хитрый ход был да он есть и более но он на самом деле более интересный с той стороны потому что там над входом большая розовая надпись розовый кролик и такая щель как мне нравится щели паша щелки танечка пойдем скорее пойдем с главное чтобы щель ну ну ё-моё ну это же петроградка но только должно было быть это самое вот этим нравится петроградка когда ты из парадный вдруг попадаешь какие-то дом трех бенуа там не знаю еще что-нибудь еще что-нибудь но тут рядом еще есть пара совершенно потрясающих локации но это мы уже это уже на самом деле тема моего маршрута как бы следующего поэтому я уйдешь наметил и тут принципе можно выйти уже арку и на большой и на ординар поэтому такой вот тебе какое время суток больше нравится но это конечно примитивнейший вопрос но вдруг ты найдешь на него какой-то оригинальный ответ типа детка перед заказ или перед рассветом самое темное время на самом деле если бы мне удавалось высыпаться и ложится рано то мне бы нравился конечно нравилось утро когда тебе никуда не надо вот туда щель да а так конечно вот знаем этот знаешь я зашел в гости и меня заставили играть какую-то настольную игру и там были правила значит там такие знаешь достают вопросы я когда еще эти вопросы начали звучать я подумал это писала какая-то 20-летняя там 20-25 летняя девка должна быть расширена целевая аудитория вот из области какое время да вам нравится и реально я загуглил с 22 года 23 года девчонки прям по фотографии видно что ну то есть я уже сразу же могу весь психологический портрет ты как этот историк который тоже популярный блогер который тоже по фотографиям своих стрим и стримах аккуратно цепь смотри я бы просто по фотографии не сделал бы но вот потому как она эту игру составила я уже все понял нам вот теперь на большой вот большой вот туда или ты что и меня самые острые самые тонкие самые пронзительные шутки но зато когда идешь вот здесь по дворам пропускаешь дом терезии альденбургской господа пропускаешь дом терезии альденбургской но его можно будет увидеть как раз в моем следующем маршруте потому что там с изнанки там есть очень интересная мастерская я тогда не буду спойлерить алис поверить а спали а спойлер спойлер мы опять на старославянском в общем не буду тоже токсичным человеком паша давай и не буду ничего про нее рассказывать лишь только скажу что я знаю сколько статей искала что есть туалетные деньги туалетные деньги это типа как видишь с виспасианом типа чем пахнут ничем а это деньги с мочи короче есть ну терезия строит эти дома на свои на свои туалетные где имеется ввиду туалетные же нет не сортирные а есть же история про сан-гали и про общественные туалеты проституток и вот это вся мешанина мне тут пишет чувиха с рэнтовый павел или звонить я уж не помню мы хотим чтобы вы рассказали нам про общественную виллу в общественная вилла я говорю я вообще не в рот чтобы что это такое с радостью но вот и она отвалила туда решил загуглить я это это вот эта дичайшая байка про то что на горьковской там была построена эта сортира общественной виде виллы вот она просто знаешь на эту байку вот я и они хотят чтобы эту байку я раскрутила очередной раз информация про вообще туалет и про то что туалеты строят обиженный значит там ухажер для какой-то купчихи там и прочее вот короче видят о как выглядит ее дом и значит полную копию и вот общественный туалет является так про деньги там проституток и как они там аккумулировать я реально думают резин альденбургская привет ее туалетные деньги и такая не не могла понять что это про вот про что узнаете у павла на маршруте ну потому что вы же эту мы знаете что туалет раньше вообще раньше туалет это не обозначалось это вот она делает свой туалет это не есть очень мне нравится место в которой я тебя веду еще пожалуй знаешь за что за то что есть возможность рассмотреть архитектурные какие-то моменты и точки собственно не с крыши как я не люблю а с балкона полку защищенную а у меня забронировано до на три человека но мы пойдем выйдем на балкон там будет не холодно а можно девочки вас попрошу если мусорное ведро отлично отлично татьяна сейчас мы вернемся и когда сюда выходишь помимо прекраснейший вот этих сохраненных витражей когда горит свет у людей в этих глазах зато позвали на втором этаже вот мой любимый вот этот хаос и бардак когда так при кассетке как прекрасно как прекрасно а внутри всегда вот как я люблю содержание и наружность когда они одинаково прекрасно что ее оттуда не видно и вот за за вот это вот я люблю это местечко балкон этого заведения и терраса вот того заведения в совокупности вот и это все это 4 получать внутри четыре разные объекта мы с тобой сейчас пойдем через ресторан это секретный бар он же спикизи есть балкон это лаунж пространство где можно покурить кальян там почасовая оплата там же играют в мафию это одна из немногих в городе мафии где вот как можно нарядиться ты знаешь выгулить свою то что ты пьяно купила блог можно короче туда надеть поэтому настоятельно рекомендую и как на петроградке как вода местечко где вот можно и интересно и интерактивно провести время пользуйтесь я знаю еще одну мафию где можно нарядиться сицилийская они обычно хорошо такие кресты скажите что я аскрометно шучу я очень смешной я сегодня когда вы либо крестик наденьте аккуратно здравствуйте снова здравствуйте я так не могу терпеть вот это время стоишь только стороны что на улице вот это но комфортно и когда ты что туда влезет у нас и штука во всех любите ну просто киньте куда-нибудь а во всех заведениях дико уже работают тепловые эти пушки и тысячи секунд и становишься какой-то испаренный а хотелось бы быть и стоминый да подожду да подожду да подожду я подожду я подожду что там про кресты что как ковычно говорят да вы либо трусы снимите ли вы крестик наденьте это в своем амплуа да зову тебя видишь через тернир мы прошли ресторан оказались в стыке зибаре спасибо здравствуйте и тут нас с тобой именно ждет она здравствуй у нас дано на все надеюсь мы да она вот этому нет сканируем можно давай местечко называется инфьюз вы нам расскажете будет слышно будет анну что ты такой женщина который находится в стенах ресторана это пожалуйста а концепция у нас такая немножечко скрытности и при этом мы больше специализируемся непосредственно каких-то гостелятов наших хэнфизов ну и на нашей авторской коктейльной карте за всю атмосферу на свечу и непосредственно всем привет привет маме папе брату и за атмосферу как тебе я боюсь если я принесу свои пластинки у вас немножко поменяется атмосфера ваших пара чаще всего что нибудь такое ну хорошо скажи пожалуйста что из фирму вот что такой неожиданный до вопрос про умами мне кажется что то такое более гастрономическое но у нас мы постарались сделать так чтобы все запросы закрыть смотря что вам нравится что вы чаще что пьете возможно ваш любимый автогольник что вам хотелось конкретно сейчас тогда татьяна слово тебе рассказывайте рассказывать со мной будет ну слушайте мы уже там сколько ходим бродим да и со мной мне кажется становится понятно что я любитель горького вот этого всего но буквально давеча открыла для себя еще одно заведение и между прочим если выпуск выйдет ранее чем проект закроется потому что они до 26 ноября находятся вы не траве находится там где исторически практически находился ресторан медведь он находится там где ресторан гус-гус надо зайти вовнутрь не постесняться администратора спросить где тот самый медведь вас туда проводят отведут и они работают то есть проект собственно заключается потому что алкоголь ну как бы там алкогольные позиции в общем когда сделали вот такой реконструкцию заведение повторили коктейли очень крутые если да и мне прям ну прям я влюбилась целовальник целовальник так называется водка и собственно одноименная профессия в ресторане медведь в том числе и целовальник на кофе короче стал моим топом как бы не спится честное слово потому что это ну водка по сути и вот охлажденный вот этот бокал то есть прям даже я даже знаешь если бы не пила я бы зашла попробовать потому что и теперь мой спектр вкусовых пристрастий с горького типа негрони там дали там гиммлит или что же такое сместился в сторону кофе шоколада и видимо короче очень в руку вот если есть что-то такое я с радостью об этом такого нет но я очень вас сильно поддержу чтобы приготовить вам вкусный коктейль это классический коктейль эспрессо-мартини но такой назовем моей вариации сибирской я называю его сибирской эспрессо-мартини а вы откуда из сибири из новосибирска там будет кофе там будет немного водки кофейного ликора и вместо сахара я думаю буду использовать что-то такое тоже травянистая бронка мента это будет такой более тоже травянистый ликер но он будет уходить такой более мятный слой класс а парфюмом можно пользоваться или только мастера это алкогольный парфюм сразу на язык они значит ну как делают когда коктейль у них есть коктейли здесь в инфьюзи который там дать ну я обычно беру что то есть если я хочу попробовать что-то новое и с учетом того что какой-то алкогольной вариативностью удивить сложно и зачастую если ты в заведении который не профилируется на коктейлях ну можно просить такой ну издеваться просто надо мастером потому что и берут значит тогда в горюст чем самый красивый подачи и обыкновенно просто берут на что-то новое для себя и они здесь короче есть коктейли которые они вот сверху сбрызгивают там допустим да ну какой-то клубника или там не знаю парфюм что тут роза не грони и вот это вот все то есть легкий флёр первого носа то есть да как в вине когда ты берешь у тебя первый нос а тут первый нос будет парфюм короче алфемия я считаю вот нам готовится смотри какой у них лёд представь как мало ты получаешь по итогу но вообще вправду ведь что готовятся коктейли ну хорошие чем кому безо льда ну типа это дополнительное охлаждение и обводнение то есть если вкус был более стабильным потому что например не каждый человек может любить прям вот не грони не размешанный не охлажденный типа теплое что-то горькое или такие покажите пожалуйста ваши ногти нас стоит дружить сколько вам лет извините у нас такой такой день я могу провести эксперимент который всегда провожу насчет культурного кода смотрите вы понимаете смысл как меняется культурный код то есть у вас сейчас есть определенный набор мемасиков определенный набор я воспитывалась вообще другим поколением у меня всегда были меня воспитывали люди которые прям намного намного старше меня я когда разговариваю со своими ровесниками я когда узнала что такое я долго не понимала все вот эти вот кринж вот эта вот ровная такая выгода сейчас уже надо говорить говорят мне так кринге кринге да это уже что-то преобразовало я такая ой не знаю поэтому когда я начинаю рассказывать какие-то свои музыкальные вкусы и кто такой Узи Осборг вообще какая у него до этого была группа что он не соль на участие они такие мне кажется это твоя вообще девчонка однозначно мне кажется вас стоит приватить на концерт я могу сказать что я вот с той о которой я тебе говорила получилось так потому что я увидел у нее на стене Когтуб Твинс такая была группа которая не очень популярная вообще мало кто не знает на самом деле ой ой какая-то магия в баре происходит ну собственно вот с этого все и началось да и потом посмотрел что она постит я говорю откуда ты вообще знаешь эту музыку потому что я да в годы своей молодости ну это была такая не самая известная тема поэтому да вы уникальный персонаж надо сказать ну мы тут очень с моим другим коллегой мы очень любим музыку он просто ярый-ярый фанат группы я не знаю я мне кажется только благодаря ему узнала сколько вообще об участниках потому что честно скажу я всегда просто слушала музыку мне нравилось я так мало-мальски знала что это за группа он мне рассказал все об этих участниках кто, когда, погодично в каких группах на какой басу на гитаре, на барабанах в этом году 48 лет человеку вы нам очень нравитесь я могу так говорить что вы всем нам нравитесь да, ребята? а как вас зовут? меня зовут Валерия Владимир Владимирович Валерия, очень приятно как вы, Татьяна? мы с вами практически познакомились меня зовут Павел Валерия очень приятно ой, осторожно свеча ничего страшного я бы не задержал руки, понимаешь? проверка на еманутость у нас так происходит следующий этап она ушла от нас к другим мужикам но мы простим она на работе мне главное нравится, что от нас к другим мужикам не уходят надолго, понимаешь? смысл походят, походят а как насчет другим женщинам? а я откуда знаю нет, а у нас у нас распределение такое она пьет, я плачу поэтому нет, я на воде но я буквально, знаете, на язычок себе кинул мы можем сделать что-то без алкогольных коктейлей без алкогольных коктейлей? да ну давайте сделаем можно что-то попробовать более такое ты смотри, что творится в этой передаче меняется концепция помнишь, ты сосиску женщине не покупал в тесте? а сейчас второй коктейль у нас это что такое, Паш? надо создать бюджет на сегодня давай, давай, давай им же надо трафик обеспечивать слушайте, а много народу про трафик? здесь бронируют места на 2 часа смотрите, я вам могу рассказать так что мы вообще очень такие непонятные даже вот уже с таким вот у нас увеличился определенный потом но, например, у нас может быть абсолютно тихий там, не знаю, какая-нибудь, ну, относительно тихая пятница суббота, а в понедельник просто тихо поэтому очень так тяжело предугадать когда у нас будет полная посадка поэтому я всегда говорю сам, пожалуйста, друзья вы можете не бронировать на выходные точно не нужно бронировать в идеале но лучше позвонить и спросить а есть ли места, чтобы вы просто так пустую не приехали и мы вам сказали, друзья, мест нет чтобы вы тоже как бы зря не катались и не разочаровывались бронируют ребята на 2 часа обычно squавность аж когда ты звонишь тебе предоставляют я, когда бронировалась мне 2 часа, я говорю, ой, минут на 15 кто же знал, Лера, что вы здесь борлись? а сколько ложи в Петербурге? ой, я на самом деле недолго в Петербурге я где-то, чуть меньше года свежая кровь сибирская мне так повезло, что я как-то непонужный один для себя очень нужно и так вышло что А почему в бар? Почему сюда? Мы просто только обсуждали, что девочка в баре в вашем возрасте очень знакомый ей персонаж. Почему в бар? Почему в салон леснички наращивать? Я могла бы заниматься более страшными вещами. Два маньяка не могут ехать в одной машине. Переписать код? Наверное, как и у большинства, люди, в целом, сколько бы они не проработали вообще пить, у меня есть знакомые, которые уже там, не знаю, у них там свои бары, рестораны и прочее. Ты их спрашиваешь, а почему? Но при этом это люди, которые до этого уже стояли за барной стойкой, либо работали как-то на должности от управляющего. Ты спрашиваешь, а почему? А как и все. В студенчестве я просто хотел заработать быстро денег, без особых усилий. И это так, по большей части, у всех и начинается. Все начинают работать в каких-то, условно, кофейнях. Возможно, потом дальше переходят на что-то уже более алкогольное. Кто-то начинает ухудить крафтовое пиво, кому-то больше интересное вино, они выходят в рестораны. И вот это вот все так нарабатывается и нарабатывается, и ты со временем в каком-то приходишь к консилиуму. Хорошо, через 15 лет у вас будет свой банк. Ну, я думаю, побыстрее даже. О, у нас фото и видео фиксация. Успехов, однозначно только успехов. Интернет все помнит. Интернет все помнит, поэтому здесь лучше слов на ветер не бросать. А еще, знаешь что, пока делаешь, можно уже на ты? Да, конечно. Я уже пожелала успехов. А это, знаешь ли, переход от меня на следующий уровень. Что за вот это вот ведьминские таблетки? Нет, я расскажу тоже. Здесь у нас просто соль, потому что мы часто подаем куплилу с солью. Бывают люди, которые у нас тут. Это прекрасная пиалочка с съедобным мылом. Потому что у нас есть... А можно понюхать, оно ничем не пахнет. Оно делается на основе мыльного корня. А что, ну, съедобное, зачем? Чтобы пена была? Нет, чтобы не пена была, а специальный пузырь. У нас есть такой крутой дорогой бейк. То есть есть эта подача, да? В каком-то коктейле есть эта подача, когда наращивается пузырь. Да, наращивается дымный пузырь. И как бы ты его можешь спокойно лопнуть и... А что это за коктейль? А у меня будет такой пузырь? Ну, вообще нет. У тебя будет мочевой пузырь. У меня будет мочевой пузырь. Я не так молода, блин. Сейчас тебе вобл принесут. А ты поджигалась вобл? Ой, я никогда не понимал вот этого, знаешь, начинается поджигание этого мочевого пузыря. И я думаю... Это мы напускали дым и этой штукой, да? В баню так приходишь, и там вот это начинается история. Ну, вообще... Я тут наконец-то... Я сходил опять тут в баню на семнадцатую линию. Вот прям в такую жестко общественную. Вспомнил это все. Ты хочешь мои уши освободить и иглу поставить на трек на какой-то? На какой-то трек? Да, то я чувствительная. А у нас только эта пластинка сегодня крутится. А можно выбрать, пока вы делаете просто, да? Хочешь? Смотри. Опа. Опа. Ты ж мама дорогая. Давай, посмотри. Давай, посмотри. Давай из первой пятерочки. Мне сразу нравится. Жопой, что это? Скорпиус, конечно. Ну, это Скорпиус, да. Я думаю... Это опять Скорпиус. Неудивительно, ведь это Лилина смена. Это Куин. Это Скорпиус. Давай я вторую пятерочку наставлю. О, это Эмси Хаммер. Ага. Ну, давай, альтернативу либо Эмси Хаммер. У меня Майкл Джексон. Так, я не закрываю микрофоны. Мудрец. Оба. Кто это? Гарденс оф Гелакси. Все, ну давай. Я думаю, что... Да? Да? Уайт снег. Это будет такая же... Это будет Рейнбоу. Ну, тогда Скорпиус и потанцуй со мной, как на школьной дискотеке. Ну, тогда надо найти тот самый... Time. Да, да, да. У тебя. Скорпиус у тебя. Мне кажется, можно брать любой. И там однозначно будет Wind of Change. Я Wind of Change ненавижу, а вот Time. А где же тот список песен? Обычно же он пишет. А, Lonnie Knight она называется. Lonnie, Lonnie или Lonnie Knight. Так, ладно, подожди. Тогда, если потанцевать... А если Queen? But Queen, конечно. У тебя есть любима? Kind of Magic, Under Pressure, Radio Gaga, I want it all. I want to break free. It's a hard life. I want to break free. Конечно же. Miracle. Скорпиус. Блин, тут тоже одни быстрые песни, а? Сейчас, подожди. Найдем тебе медляк. I'm living you. Есть такая... Найдем тебе медляк. Still loving you. Нравится тебе? Still loving you. What? Все. Они выходят, все танцуем. Наконец-то. Сейчас мы устроим... Ой. В общем, даже и слов не найти, сами все видите о том, что бар, если это ваша маленькая компания, вообще может превратиться в частную вечериночку на два часа, надеюсь, со вкусными коктейлями. И однозначно... Да, убери сами аккуратно, не пальчиками. Я попробую. Мы в тебя верим. Паша. Паша. А у тебя нет проигрывателя? Он у меня был. Причем... Привет. Он у меня был, причем, на самом деле, у меня их было несколько. Так, на какой стороне надо понять? B-side или A-side? Сейчас. Вот, смотри. А, B-side. I still love you. На второй стороне. На второй. Но он самый последний. Не-не-не. Насадил. Ты мой хороший. Какой ты смешной, Пашка. Так, ну что, кто кого будет приглашать? Дамы-кавалеры, естественно. В нашем-то случае. Это школьная дискотека. Этим треком закрывалась дискотека обыкновенная, включался свет, и ты мог понимать всю убогость происходящего. Будущего. Возможно. Так, нет, меня так не... Но мы можем ее просто послушать, не буду тебя мучить танцами. Почему? Да? Ну, так, типа, надо хотя бы изобразить же, да? А, давай. Сейчас. А мы сначала просто диктивируем. А это не наш там коктейль уже стоит, интересно? А? Не наш ли там коктейль уже стоит? Да, да, да. Я поэтому тебе и говорю, чтобы... Да, ну давай. Можем сейчас. Она как раз заиграет следующим треком. Ну что, Валерия, мы готовы тестировать. Отлично. Это великолепно. Потому что я на трассе партии, я вот это делала в вашем видео. Валерия. Что там? А, есть... Знаешь, Вера, историю про то, как в мужчине распознать ловкость рук по тому, как он шейкерит? Это все неправда. Нет. А как тогда про девушек? Надо какую-то альтернативную легенду, мне кажется, и кулю пустить. Потому что если с мужиками понятно про шейкерит и... С каким лицом он это делает? Насколько я знаю, есть такая легенда. Валерия. С каким лицом? То есть, насколько человеку нравится холодный, железный объект в руках. Слышите, ну, не знаю про девушек, что придумать на самом деле. Ну, сколько-то точно нужно придумать. Определенно нужно. Задание. Третья десятка комментариев. Так, это мой кофейный мартини. Мне вот цвет и вкус. Я просто говорю, у меня вот появилось новое пристрастие этой осенью. Ну что ж, давай попробуем. И тебе на диско-ночь. Пожалуйста, что-то ваше кофейное немножечко травянисто, горьковато, а для вас безалкогольный Fierro Tonic. То есть, здесь привычный Fierro Martini, просто мы выпарили, сделали его безалкогольным, ну и непосредственно тоник для такой, некой сухости назовем. Ну, за баб, чтобы два раза не вставать. И за любовь. Сейчас должна заиграть Still Leavening. Ты должен попробовать, можешь сделать это ртом, можешь взять трубочку, я думаю, ребята не оскорбятся. И сделать это носом? Рано. Рано. Это другой выпуск. Там мы должны с тобой где-то ходить во дворах Нарской. А что в основе алкоголь? Здесь водка, кофейный ликер, немного бронетарь. Чувствуешь водку? И кофейный ликер, и просто эспресси. А водка какая? Чайковский. Чайковский. Представляешь, я начала забираться в водке. Тихонечко. Страшно. Таня, мне кажется, ты сейчас отпугнула некоторое количество мужиков. Ладно, я не разбираюсь в водке настолько. Я не разбираюсь в мужиках настолько, как в водке. Ну да. Это именно вкусно? Это аппетит. Это аппетит. Просто мне 16, смотри. А мне еще меньше. Нет, в смысле, мне побольше, точнее. Так не было. Ну так, конечно, не было. Мне, знаешь, очень нравится, как музыкой, вкусом и запахом можно возвращать себя в любое состояние без трубочек в нос. Если что, у меня тут вообще, я надеюсь, встречусь в Москве с одноклассником своим. Меня же тут накрывало от группы The Flappard. Потому что это как раз были последние школьные годы. И я тут начал слушать опять это. И меня начал триггерить. Я стал все вспоминать и так далее. И я нашел каких-то одноклассников, добавился к ним друзья. Хороший. Вообще просто. А ты не связываешь это? Ты знаешь, звучит, может, конечно, жутко. Ну, если сразу не эмоционировать на эту фразу, а чуть ее... Эмоционировать. Нет, просто связь со смертью. Очень много людей, допустим, в разном возрасте, разные биологические происходят. Например, кто-то реально боится спать на спине. Потому что поза максимально напоминает... Я хочу сказать, что я не боюсь смерти. Ну, в смысле, я не боюсь не физически, а в принципе, если я завтра сдохну, мне пофин будет. То есть... Нет, я имею в виду, что вот это вот вся... Ну, как, тоска. То есть, это, знаешь, с чем связывается? Связывается с успехом, становлением успеха. Типа, ты как бы, ну, доходишь до того, когда там, типа, бытовые потребности закрыты, а ты там, не знаю, реализовываешься. И тут начинаешь обращать внимание на людей. Не то, что, типа, ну, я должен помочь, а кто из меня. На самом деле, я просто смотрю, как судьба распределялась. Потому что у нас была школа, мы пошли в класс. Нас переколбасили, потому что организовался вдруг физический класс. То есть нас уже разделили. Потом уже на излете мне пришлось переехать буквально за четвертое окончание. То есть я растерялся с этой связью. И у меня был сон на этих сраных проспекте большевиков, в этих сраных. Я приехал с Академической, с очень хорошим районом. Как будто мы вот, наша тусовка где-то на даче. И вот нам так хорошо, что-то какая-то вечеринка, и все. И я вот просыпаюсь, и я понимаю, сука, что это сон. И мне что-то так тяжко. Ну и потом вся компания разбежалась, естественно. Одна вообще оказалась в Штатах. Что не мандрено. Вот. И вот я говорю. И просто вот эта музыка, которую я тогда слушал, которую мне там... Мне с Элисом Купером меня познакомила, меня с альбомом Poison Люли Орловым. Мы одноклассница. Вот. Ну а следующий был Death Leopard. И я вот туда вот переношусь, и что-то все. Как бы, понимаешь? А это еще... Извини, это еще было время, когда Советский Союз уже изживал себя, но еще не до конца. Это вот такой момент, который я называю как бы... Ну то есть для меня Советский Союз закончился все-таки в 86-м году. В 91-й год это уже не его развал. Вот. И вот это как раз промежуточные вот эти пять лет, которые я застал, это что-то невообразимое. А нету. Ну хотя, с другой стороны, там и быть иначе не может, все получится, все сложится. Просто на эту историю есть у меня альтернатива, когда, знаешь, очень желаемая... Ну вот из серии типа как бы, да, не идеализация, а просто очень желаемая реализация каких-то определенных обстоятельств. Типа собраться старым кругом, не знаю, пригласить... У меня такое было. Сесть за большой стол, чтобы я готовила, все, друзья. Я так вообще часто, я люблю так делать, я так делаю. И мне там не хватало определенных людей всегда в жизни. Я думаю, вот было бы здорово, чтобы эти люди тоже, ну вот как-то, да, чтобы они были вместе вот как-то, да, опять снова. Да нет, у меня по жизни просто у нас была, понимаешь, группа, она распалась, все разбежались. Кореша мои все в Америке живут. Один, второй, третий. Да, и вот постоянно так, знаешь, ко мне иногда раньше подбегают, там, когда еще метро ездил, типа, привет. И я так вот начинаю, так, школа, училище, институт. Это тусовка, то есть откуда, из каких как бы слоев этот человек. В институте тоже мне уже говорят, там, один умер, допустим, да. Ну ладно, я хочу свести все немножечко на более земную плоскость, потому что я хочу поссать. Ты здесь. Никуда не уходи, мне хорошо с тобой. Ну тормози, что делать, может не пойдем с ним туда. А что, давай как голым пистолетелем. Помнишь эту сцену? Ну ладно, стопорнемся, да. Отпустим, отпустим пашку. Стоп. Алло. Мы распрощались. Да, мам, я на работе. И уходим. Папа. Славать Винус в Томас это называлось. А еще и называли Деволицей Белой. Я правильно услышал, что ты сказала, мама, я на работе? Да, да. Мама, я на работе. Кто на что учился? Да, мам? Мама, кстати, видела, Паша, выпуски. Я так, еще причем выпуски, понимаешь, про этот, про самые наши откровенные вопросы какие-то. Здравствуйте. Еще раз. Мать знает. Ну, кстати, знаешь, много кто думает, что мы с тобой идем по сценарию и что мы с тобой шутки твои. Так правильно, мы готовим целую неделю, мы встречаемся с Таней. Сначала мы улезаем с кровати, естественно. Да, да, да. Потом мы... Тоже смешно, да? Мы улезаем, где я, и вылезаем из кровати. Паш, ты нормальный вообще? Мы пишем в кровать. Мы репетируем в кровать. Мы смеемся, как мы хочем, потому что больше ничего в кровати мы отдельного делать не можем, естественно. Человек 2-3 минуты. Ты чего? Спасибо. Павел Перес, Павлик Минутка. Нет, вот знаешь, тут выясняется, что с кем-то бывает и не минутка. Ого-го. Да. Да. Вообще, это, кстати, очень странная вот эта физиологическая особенность, ну, конкретно, допустим, у меня, да? Потому что не всегда понимаешь, во-первых, от чего это зависит и с кем. С разными людьми по-разному. Вот что интересно, да? Есть. Сейчас будут выходить ребята. Вообще такой этот ответ вопрос на тему временного вот этого предпочтения друг друга. Да, да. Во-первых, это все зависит, естественно, от предпочтений. Вот, честно говоря, я не помню, чтобы у меня был какой-то активный интерес, ну, вот с подросткового возраста, когда ты, то есть, я не говорю, что это какая-то техника. Короче, в общем, оно скоротилось, это время. Вот время предпочтения скоротилось. Может быть, я не знаю, может, время такое, что, знаешь, мне как-то, типа, как порядочному, как порядочному Люциферу, знаешь, душе стало больше интересно. Короче, в общем, я про поговорить, ну, конечно, да, могу, умею, практикую, но вот как-то, короче, ебота получасовая вообще не алло. Может, не встретился человек, вот прям, который, знаешь, такой, типа, про физиологию знает, как-то, да, вот это тормозило, остановится. Такую вещь, что когда ты, ну, это происходит действительно долго, ты, то есть, уже чувствуешь, что как-то человек устал. Давайте завершим, а там просто лицо вот это, знаешь. Не, ну, ты уже видишь по реакции, там, по каким-то моментам, что, в принципе, там уже все ок. И, как бы, пора бы, типа, заканчивать, а ты не можешь. И, как бы, с одной стороны, ты вроде как такой, типа, вау, да, а с другой стороны, ты человеку просто, ну, типа, сударь, вы не могли бы уже как-то уже как-то… Пойди меня, я в тебе. Петличка, а, у тебя, у тебя трется. Вот, вот, в этом, понимаешь, долго. А, так трется, потому что это ее пальто. Так именно. Пальто трешься. Об этом и говорим. Что ты трешься обо всякое. Мне сдается, что именно на фоне вот подобного рода разговоров, типа, смотри, например, да, встретиться со старыми друзьями. То есть, для мужчины это одна, ну, как бы, романтизация и, возможно, то есть, душевные переживания. Для женщины это, как бы, совершенно другая, ну, система, там, типа, очаг, семья, вот это вот все, то есть, да, другие немножко переживания. И это напрямую отражается в сексе. То есть, да, когда у тебя, то есть, у мужчины и у женщины, то есть, у мужика, например, ну, страшный же сон не встал. Ну, страшный. Ну, я с таким… Что ты головой мажешь? Сталкивался. Ну, у меня… Я с таким… Никто не сталкивался. Не, 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 я не про это, нет. У меня было как… Ну, я помню, что у меня как-то пару раз было, но это было объективно, потому что это был человек, который, ну, мне не нравился, а так… Ну, что ты раздевался тогда. А так… Нет, на счет встал, это… Такого не проблем не было. Вот проблема то, что не мог, так сказать, завершить процесс. Такое было. Ну, в любом случае, согласись, что, ну, для большого количества мужчин… Ну, понятно, все, 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 все озабоченные на письках. Все на своих, да, на размерах, на времени. Ну, у меня был отдельный выпуск, что мы испорчены порно. Мы испорчены порно. Есть такое… Ты думаешь? Я абсолютно в этом уверен, потому что мужики думают, что надо, чтобы вот с такой елдой в течение двух часов наяривать. Я думала, я знала об этом, но никогда не видела отражения в реальности. Где моя 20-летка, воспитанная на Мальденштампе? Ну, у меня было несколько случаев, когда ты знаешь, ну, вот, действительно, тебе человек очень нравится, очень нравится тебе человек, и ты давно с ним не виделся. И вот ты встречаешься, ну, у вас прекрасный день, но когда ты на нее запрыгиваешь, ну, реально, ну, там, блин, две-три минуты, и все. И ты думаешь, ну, блин, ну, как-то так. А она говорит тебе, это так было вообще круто, это так было круто. Ты говоришь, да ладно. Ты хочешь основное не заебывать, Паш? Да. Вот нигде. Нет, ну, сначала ты думаешь, что она просто пытается, знаешь, твое это, типа, лебедо погладить, ну, типа, ты не переживай мачек. Как я тебе говорю, что это смешно? Да, да, да. Так я не вру. Ага. Три минуты – здорово. Нет, а выясняется, что это правда. И тут ты начинаешь задаваться себе вопросом. А что за хрень? Ну, то есть, как бы, потому что вся инфраструктура, связанная медийная с сексом, она тебя учит тому, что нужно. Вот ты такой, вот, я там, медведь, все, счастье. За людей переживаешь, за их тихику вокруг. А на самом деле, ну, то есть, барышням вообще нужна, ну, насколько я понимаю, больше всего атмосфера, да, то есть, как бы, и прочее. Тут соглашусь вообще абсолютно. Я не знаю, там, девочки, подпишите там следующие, следующие десятки комментариев о том, что, да, действительно, не создать вот этот флёр, когда мы покатались на воздушном шаре, я подарил ей цветов, там еще что-то произошло, еще что-то произошло. По факту, ну, как бы, да, все сводилось к тому, что мы пришли на вот этот вот тебе секс. Вот он мой. Сейчас ты моя девочка, будешь этой порно-звездой. Так, слушай, если мы хотим Нельсона, то нам надо вот туда. Да, если проходим, то там нырнем во двор. Можем мы тут... Ну, Нельсон там, здесь тоже есть проходные дворы, но нужны они нам, нет, особо не очень. Пошли здесь, пошли здесь. У меня, ну, я просто об этом вам рассказывал. Мне было 17 лет, и у меня была барышня, которой было 23 года, и для меня она была уже просто ветеран, пенсионер. Понимаешь? Я тогда в трубе тусовался. Слышно, как я смеюсь, как собака? Вот, и я был уверен, что у меня маленькая пися. Вот, и я говорю, как-то, ну, пися у меня маленькая. Она говорит, нет, у тебя не маленькая пися. Ну, смысле, да, она у тебя не гигантская, ну, как бы, и вообще я тебе хочу открыть страшную тайну, мальчик. Тут проблема иногда вообще даже не в этом. Ты знаешь, там, про такое явление у женщины, как клитор. Я говорю, а что это? Следующие 10 комментариев ищут клитор. Да, 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 типа вот это. Я парень, я нашел клитор, да? Ну, что ты работа себе нашел нормальную? Придурь. Да была у меня и нормальная, и ненормальная. Каких только у меня работ не было. Поэтому все, все у меня уже было. И руками работал, и ногами, и головой, и чем только не работал. И языком. Вообще? Что у тебя там такое? У тебя теперь трется все об грудь. Да мне нету того, чтобы тереться. Я же слышу. Наговариваешь. Наговариваешь на меня. Трется об грудь. Приятно, смотри. Так вот по фразе, я работаю языком, можно продолжать. Не, ну, в следующий раз, когда, если что, ты говоришь, между прочим, у меня действительно есть грудь. Потому что, когда у нас была съемка, мне оператор говорил, что мне микрофон трется о грудь. Поэтому прошу учесть этот момент. Это знаешь, сколько следующий аспект вот этого прелюбодеяния между мальчиками и девочками. Ты помнишь и наверняка видишь, сколько интервью, так или иначе, приводит к каким-то каверизным вопросам, когда у интервьюируемого спрашивают о размере. Это там Настя Ивлеева попадает в какой-то конфуз, когда у нее 15 сантиметров растут. Потому что они работают, да, они знают, что это важно. Я не знаком ни с Настей Ивлеевой, ни короче, но я абсолютно уверен, что не нужен Насте Ивлеевой большой шланг. Никому. Хотя тихо, спокойно, там ребята со шлангами. Вы нужны. Нет, ребята со шлангами, вы нужны. У меня есть другая, в Штатах живет, у него большой шланг, у него тоже была проблема. Мало того, что гондонов не найти, заканчивая тем, что не везде вылезет. Гондонов можно найти везде. Но это сейчас, а в 90-х в нулевых пойди-ка. Кстати, да. Ты знаешь новую проблему, Пашенька, я тебе сейчас ее озвучу. Про китайские гондоны? Совершенно недавно видела статистику, ибо сырья, короче, и производители ушли европейских стандартов, куда мы вписываемся, и на рынок заходят азиаты, куда мы не вписываемся с средней статистикой. И, в общем, короче, становится проблема. И знаешь что, мне страшненько с точки зрения социума, потому что и так наши подростки не особо юзают даже наши подростки. И, в общем-то, я уже молчу про венерические заболевания и прочую статистику, и прочие, и прочие эти вещи. А сейчас, понимаешь, еще и взрослый мужик. Поэтому, если где-нибудь, когда-нибудь у вас... Ты же прекрасно представляешь эту встречу, когда они такие типа... И она такая, у тебя есть? А ты такой, нет, ну тогда не будем. И это, короче, ну прям, ну, trouble double вообще. Потому что, если ты взрослый, осознанный человек, следящий за своим здоровьем, то как бы, в смысле, ну, то есть, ты один, я один. И, как бы, ну, не носить с собой, как бы, да, вот ключи от дома и презер... В этом случае, ну, как-то, мне кажется, следующие 10 комментариев. Поддерживаю меня. Доходные дома этого времени, вот они, мне кажется, туда не съезжали вообще. Мне кажется, вот они там как без гандонов. Ну, понимаешь, так и происходит сюда же. Пойдем в один из таких дворов. Ну, Нельсона выселили. Он есть в одном из моих выпусков. Это называется Колчак и проходные дворы Петроградки. И, по-моему, или там Большой Любовский. С Петроградки, я ж не помню, как называется. И теперь это все закрасят? Ну, я не знаю, закрасят ли, но дело в том, что этот подвал, он сдавался официально за какие-то гроши. И я даже думал его снять. Но потом я задал себе вопрос, а на кой ляд это мне надо? Потому что, если его снимают, то явно для того, чтобы сделать здесь, ну, какой-то экшен. А, собственно, экшен и был той самой проблемой, из-за которого Нельсона отсюда выселили. Поэтому вот так. Вот, кстати, чего здесь не было, вот этих картин. Да, я тоже заходя сюда. Этих картин здесь не было. Давайте мы их... То есть, вот что, ну, нету, да, никаких пониманий, что будет со двором? Останется ли он в памяти и на этом видео, в том числе, и на том, что у тебя уже есть? Какие-то портреты. ЛПП-96. Даже какие-то, ну, пейзажик, она скажет, так себе. Вот еще какое-то... Это картина, это на холсте написанная, вот видите, ну... Маслом. Да. Это даже еще и... Это уже такой какой-то концепт. Новорожденный инопланетянин, прилетевший на эту грешную землю, не встретил Нельсона в этом дворе. Не, ну вот это новенькое. И то, что оно здесь, кстати, появляется, это хороший знак. Сдается мне, что стихийно все-таки. Я просто никогда не видела здесь, может быть, знаешь, вообще, у меня такой сумбур речи, потому что мысль свежа. Что не мешал, то есть как любому художнику нужен талантливый менеджер, чтобы двигать это сумасшествие. Так, слушай, ну дождь, нет? Накрапывать, да, ускоримся. Сумасшествие становится хаосом, когда у него нет, как бы, да, вот этой, ну, реализации. То есть, если бы оказался талантливый менеджер и из этого двора сделал бы культурный центр, там, условно... Таня, все упирается всегда в жильцов, потому что здесь большинство жильцов было вроде как не против, но поскольку к нему постоянно сюда приходили иногда с алкашкой, сидели, выпивали... Так я вот об этом и говорю, что если бы это было культурным центром, было бы, знаешь, там, условно, ну, не лофт проект, там, этажи, да, или какой-то другой, потому что мы все-таки говорим о заборах. Всегда очень сложно согласовать с людьми, которые здесь живут, как правило, потому что... Но всегда же, ну, окей, да, конечно, я об этом, знаешь, так говорю, ну, вот на уровне двадцатилетней, знаешь, да нет же, мир может быть прекрасным, стоит только верить в это, слышите? Ну, как бы, я в розовом пойду. Большие члены не важны, абсолютно! Ну, сейчас смешно. В общем и целом, я не скажу, что мне жаль или нет, потому что, ну, как бы, да, не тот объект. Нам через дорогу будем либо коптер рвать, либо на святоходе. Не, не, ну, давай, давай, поскольку дождь идет, давай нарушим, потому что... Давай, как раз там красный, тут красный. Это не GoPro срана, например, дорогая. Перебраться от улицы, где стояла выбор между тем, чтобы идти в бар или в храм, мы, вот, понимаешь, в сталинском ампире у ортопедического салона. Она предлагает купить мне там подарок на день рождения. Поэтому, если вы хотите Пашку как-то поздравить, то стельки, мне кажется, могут зайти. А с учетом того, что Паша предпочитает теперь, я уже знаю, эмоции, а не физическое, то... Ну, ты же не подаришь мне поездку бизнес-классом во Францию, поэтому... В экипаже только если. Здравствуйте. В экипаже. А можно, да, ты ее пропускаешь? Мы с вами прибыли в бар под названием Ленина 20. И здесь вы можете найти... Ленина 20 не бывает, Ленин всегда один. Ленин всегда один, а здесь... Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Нас встречает управляющий Юля и встретит вас, когда вы тоже сюда придете, потому что здесь хорошо. Потому что Юля здесь управляет. Ну и да, Юля. И поэтому тоже. Вот это куда-нибудь киньте в угол. Да, мы там сейчас... В самый пыльный угол. Слушайте, а мы сейчас определимся. Там сидят гости? Юля, Паша, Юля. Не так всегда неловко здороваться с девушками за руку. Ну, целуйся. Как тебе привычка. В ноги кидаться. Там есть гости? Я просто, чтобы показать... Я не знаю, где он может... Мы сейчас, я думаю, просто покажем зал. Там, не знаю, на втором этаже продают вино. Это винная студия, винный магазин. Я буду... Я буду... Винный магазин. У меня... Весело прошлое девяностое. Тихотик. Тихотик. открыто к сотрудничеству. Можем поуправлять и проектором. Мы можем пойти посмотреть зал и присесть потом на баре, чтобы у нас была возможность... Ну, на второй зал. На второй этаже тоже хочу подняться. Да. В общем, здесь открытая кухня. Гастрономическая часть в меню вкусная, как оказалось, совершенно недавно. Ибо я была в честью удостоена оказаться здесь на дне рождения заведения. Так что настоятельно могу рекомендовать. Мне нравится. Смотри, какая здесь такая. Знаешь, чтобы ты... Девчонки, которые стоят в сторонке... Нет, это в метро. Это московское метро, да? Это московское метрополитет. На втором этаже, пойдем посмотрим. И можем пока что... У меня к тебе здесь, конечно же, предложение. Мероприятие все про вино. Но с учетом того, что коктейли делаете, а вы открыты к контактам, когда, допустим, коктейля нет в меню, но можно что-то... Но приходит выпендрежная коза и говорит, сделайте мне... Неааа... Пойдем посмотрим второй этаж и определимся с тем, что можно пить. Позиция побокальная. Мне здесь, знаешь, почему нравится? Потому что я любитель шампанского. И заглянуть сюда, как креман, как альтернатива моим шампанским пузырям, очень даже. А вот в магазине можно для себя урвать даже чего-нибудь уникального бутылку. Нам однозначно, может быть, кто-то может помочь там наверху с тем, что приобрести. И для... Вау! Ну, то есть, да, вот можно... Для дегустации стол, и люди проводят, и есть винное казино. Я вижу, что у меня заканчивается парковка, сейчас ее проедлю. Пожалуйста, пожалуйста. Ну вот, он стандартный мир подарков. Мне на день рождения. Вы не ошибетесь. Не ошибетесь, приобретая. Самый, я не знаю, ценный экземпляр для меня, это вот эти полубутылки. Потому что, когда не хочется пить, но хочется вот этот, знаешь, бокал хорошего, красного или бокал чего-нибудь хорошего, мне очень нравится, что есть здесь большой выбор вот этих маленьких бутылок. Поэтому я редко где вижу это в других маленьких винотеках. Вот для меня оригинальностью стало оно. И вот эти вот позиции, стоящие в красных ячейках, когда вам достается кот в мешке. Да, мы же на улице Ленина какие тут еще могут быть ячейки. Ты Ленин предпочитал пиво ведь? А вот это, кстати, не в курсе, на самом деле. Пиво предпочитал. То есть, в основном, в пивных. А были? Ну, тогда же все равно все эти винные вещи были безумно сладкие ведь. Нет, вино, вино, ну, то есть, эта вот история, она как бы аристократическая такая, дворянская. Более того, оно стоило дорого. Пиво – это дешманский напиток, нормальный. В Европе вы истари пили не просто, чтобы там захмелеть, но потому что, ты же знаешь, да, почему вам начали пить пиво? Потому что вода была отвратительная. Мы начали пить пиво точно так же, как в Голландии. И поэтому пиво – это была более доступная вещь. Тем более, что ты всегда можешь прийти в любой пивняк, собраться там тусовкой, взять себе по кружке и обсуждать задачу мировой революции. А ты застал же эти столы и на улице, и на ножке, как в пушечных, когда вот кружка пива? Я тебе могу сказать, что я застал переходный период, когда… Ну, то есть я помню, сначала были нормальные кружки, а потом кружки закончились, и люди стали пить пиво из банок, из полулитровых банок. А еще мне рассказывали, я, слава богу, это не делал так, в пакеты наливали пиво. Ну, в пакете я вот свою бытность, но у меня немножко другого десятилетия прошла, и у нас была вот эта вот водка в пакете. Пойти с трехлитровой банкой, я помню, мы на даче к кому-то ездили, где что-то напились, и я вот так вот облокотился на печь раскаленной, и у меня был тут жуткий ожог, на самом деле. Но мы везли туда просто какое-то немеренное количество этих трехлитровых банок с пивом. Ну, в общем, здесь, если хочется перевить пиво в банку, в общем, думаю, вас никто не остановит. Есть, смотри, вино, которое отличает сегодняшнее, три икса как раз. Мне кажется, я знаю, что поедет домой. Ну, я к тому, что, прикинь, вот тогда легко было встретить тинейджера с трехлитровой банкой на улице. Сейчас ты, как бы, если встретишь чувака с трехлитровой банкой, ты задаешься вопросом, что не так. Вообще. Ну, пошли тестировать твой коктейль. Ну, здесь такой уже у нас после того, что с нами было, уже, конечно, здесь такой камерный по музыке, по начинке. Креман. Я буду креман, потому что я уже пила ликер на водке, да. Вечер пора завершать. Креман. Ну, мы такие очень состоятельные, богатые клиенты. Мы сейчас у вас креман возьмем и уйдем. Потому что, если в каждом баре по два кремана... То что будет? То ты начнешь зарабатывать больше, чтобы ходить с меня, как мне нравится, я надеюсь. Таким образом, оказывается, тут, слышу, вот мы с тобой прошли, на самом деле, от метро, честно говоря, там, сколько, не знаю, наверное, ну, домов восемь, да, вперед, если идти. Не, ну, здесь близко до Ленина, наверное. Страсть, как люблю, Петроградскую сторону, потому что, если по той же улице Ленина, где мы сейчас находимся, даже из этого места Ленина, 20, уйти в сторону Горьковской станции Миро, то там будет вот эта вот часть, которую я страсть, как люблю, потому что там эти путанные улицы. Ну, Карапоткина, вот это все, да. Там тоже есть пара маршрутов. Какой-то а-ля старо, не знаю, средневековый что-то, короче, в этом есть, вот во всей этой линейной зарисовке города, оказаться в какой-то первозданной, первобытной и уйти на, допустим, рынок. Могу на это посмотреть? Вам один буквально? Один. Скажи, пожалуйста, ты вот мясо как предпочитаешь, с кровью или без? Я ем стейки, пожалуй, раз в полгода, у меня бывает, возникает желание, именно вот, ну, мясо. И когда, если стейк, то, да, я прямо этот человек, который, я беру вот, вот эту прожарку, которая прямо вот, секунду-секунду, практически сырое мясо. Испытывая от этого физическое, потому что, честное слово. Снимали сегодня выпуск «Особняки Барятинских», ну, это последний дворец Великой княгинии Григории Сандровны. Я хочу зачитать отрывок. Все мы питались очень просто. К чаю нам подавали варенье хлеб с маслом и английское печенье. Пирожные мы видели очень редко, пишет царская дочь. Нам нравилось, как готовят нам кашу. Должно быть, это Нана научила. Ну, Нана – это ее англичанка-гувернантка, как надо ее стряпать. На обед чаще подавали бараньи котлеты с зеленым горошком и запрещенным картофелем. Иногда розбив. Но даже Нана не могла заставить меня полюбить это блюдо, в особенности, когда мясо было недожарено. Пишет сестра Николая Второго. Повторородная. Шах и мат. Знаешь, это точно так же, как можно человека привлекать… К уголовной ответственности за то, что он ест well done. Вкусовые предпочтения – это опять же, да? Мне кажется, это же по мере поступления. Я не ела мяса, наверное, там, не знаю, года четыре у меня был. То есть, от него отказ. Потом у тебя появились деньги и ты… Я не делаю, было не в деньгах, а, наверное, я уехала в Индию тогда, путешествовала по Индии. И были какие-то другие интересы от спортивной карьеры. Тяжелый, тяжелый период. Очень. Ну, Индия была… Я же тебе рассказывала, что у меня, когда работала еще с иностранными туристами, то у меня была традиция. Там, где вот кого я встречаю из иностранных туристов в начале сезона первые, я к ним ехала на зиму, вот, потому что зимой – это не сезон. И, соответственно, то, что ты зарабатываешь, у тебя была возможность там, да, продлить эти лицензии, оплатить себе эту всю учебу, попутешествовать вдоволь, вернуться и опять в работу. То есть, в этом году это будет Иран, Иран или Казахстан? В этом году, боюсь, что может так случиться, что я останусь дома на всю зиму и как-то саму пережить это сратое время года. Ну, и ты вернулась к вопросу мяса. Был период, когда ела-не ела, то есть у меня нету каких-то этических соображений. Если я вижу бегающую курицу во дворе, я не смогу, есть честное слово, но так нет, не могу. Самое страшное воспоминание из детства, знаешь, какое? У меня у прабабушки дом в деревне, в Ломоносовском районе, и они держали кроликов. И у меня эти кролики, вот эти вот клетки, я с ними играла, имена им давала. А потом однажды сижу, а у бабушки вот этот дом с печью, там, да, с нужниками, вот как все, как надо устроить. Я сижу за столом и не понимаю, что за доски, на которых, ну, что-то вот натянуто. Это какие-то подтеки. Я спрашиваю, я говорю, что это такое? И они говорят, так, как зальцы. Я в этом смысле. И тут я понимаю, что это шкура заячья, натянутая, вот как бы, да, вот внутренностью наружу, ну, очищенная уже. И вот ей лапы, и вот я как разрыдалась. И мне кажется, это был какой-то, я не ела мясо, и рыбу, и все остальное. И плакала над фильмами, когда убивали крокодилов каких-то огромных, там, и прочее. И семья думала, может, я тронулась умом. Ну, они и так думают. Так что? Ну что, как ты оценишь это? Слушай, я люблю хриман, потому что мне это стабильно понятно. Здесь хорошая позиция, потому что оно еще и розовое. И оно ароматное, пошнотелое. Все в нем хорошо. Все в нем сбалансировано. То есть это антитеза твоя, да, пошнотелая? Я расту. Я могу себе позволить. Как к одной говорили, пей пиво, ешь булки. И тогда вырастут сиськи? Я сомневаюсь, вырастают обычно другие части тела в таких случаях. Да, сиськи вырастают уже после пластической хирургии. Ждем, копим. Мне кажется, на выпуске со мной должен быть все-таки колокольчик с донатами. Иначе как мы вырастем. Коплю, знаешь, это сейчас эти алкаши сидят, подайте на бухло, подайте на сиськи. А ты не видел разве в Москве стоять? Я в Москве и в Питере, не знаю, не видела, ну, загрузила где-то там в интернете, когда она стоит, на сумку. А, да, да, да. На определенную бренда сумку. И дают, я уже не думаю, что так можно накопить, иначе бы мы с тобой здесь не сидели. Стояла бы я на патриках и говорила о том. Не в сиськах счастья. Ой, спасибо большое. Видишь, это драконь и яйца. Смотри, тебе принесли пластилин, чтобы ты могла, наконец, реализовать. Я помоле пилы и тебе, ты знаешь кое-что. Выбирай цвет, шутник. Не хочешь почесать? Хочу, конечно, поэтому, мне кажется, пора прощаться. Да. Ну, друзья, мы напомним вкратце. Точнее, как бы, во-первых, у нас с Таней грядет спешл-ивент. Какой мы вам отдельно скажем, потому что сейчас мы как раз сядем и начнем его обсуждать. И мы это обсудили. Дорогие друзья, у нас будет новый проект, в рамках которого мы будем встречаться с вами оффлайн и читать неформальные лекции. Это даже, наверное, лекциями нельзя назвать. Этакий клуб по интересам, где мы будем обсуждать совершенно различные темы. И 2 декабря мы будем рассказывать, что пили классики. Будем готовить джонку. Будем ее тестировать. Ну, и вообще будет масса всего интересного, в чем вы лично можете поучаствовать. Мероприятие состоится в уютнейшем месте, на Казанской, дом 7, где я уже читал свои лекции. Одна проблема – количество мест реально строго ограничено, потому что там невозможно набить совсем большую толпу людей. Билеты можно купить, естественно, как и все остальное. Внизу, на сайте, там размещена ссылка. Ну и для особо страждущих скажу, что мы, естественно, планируем эту встречу записать и делать потом их по возможности регулярными. Так что следите за анонсами. Они будут размещены там же, где размещаются анонсы всех моих экскурсий. Кстати, скажу, пользуясь случаем, что сейчас, пока не сезон, я буду проводить премьерные туры, которые я еще не делал. Например, вас ждет поход по Богословскому кладбищу от Арбели и Бианки до Цоя и Горшка. А также мы будем гулять вокруг крестов. Ну и напоминаю, что 1 декабря будет опять-таки неформальная встреча. Впервые я буду праздновать свой день рождения открытым образом. Акустический концерт ОСА. Так что приходите. Значит, все координаты на тоне я размещу. Ты боишься, да, сейчас? Я вожу, да, я вожу, пишу по-прежнему. И у меня есть потрясающая новость в плане экскурсионного продукта, которым я прям горжусь и есть чем гордиться. Эта экскурсия порочная. Про нее, ну, слушай, вот к великому сожалению, я обещаю, что в ближайшие месяцы я все-таки это оформлю в какую-то другую форму. Оформлю в форму, видите, не только я. Не в инстаграм, но в том, что не только в инстаграм. Пока что я только там. Я там иду в активную жизненную позицию и деятельность. Так что, в общем, если ищите меня, можно найти. Звездочка запрещена на территории РФ. Да, к сожалению. К сожалению, счастье как уж пойдет. В общем, у порочных есть две версии. Это то, на чем мы с тобой познакомились на этой экскурсии. На порочных. На порочных. Где мы еще могли познакомиться с ней? У Гранд-отеля Европы Паша зацепил мою актрису. Так вот, актрису я нашла снова и актера в этой экскурсии. Поэтому она теперь есть в двух версиях. Она есть в версии, где есть иммерсивные части занятые актеры. И есть версия, где мы можем минимизировать финансовые вложения, сделать ее более демократичной. Поэтому приглашаю... Нет, ребята, не нищебродский. Там же по-прежнему буду я. Ну все, это сразу поднимает планку. Этим продуктом, вот он готов, им горжусь, люблю. Есть и, само собой, классические мероприятия, когда мы можем рассказать о городе. В первый раз, видите, с детьми, без детей. Такие версии. И я полюбила уже эту... Меня? А тебя я люблю давно. Эту версию, когда вы заказываете из ваших интересов, я собираю вам маршрут. Потому что, ну, нет мест в городе, которые бы я не любила. Поэтому, конечно, информативную базу добавить в хороший, качественный маршрут. И, как понимаете, заведение, да, и мест, само собой, я знаю и могу много. Могу сводить тебя в пару коммуналок, чтобы наконец появились такие места. Ну ладно. Я и там себя найду. Ты верил, как я варил борщ на общественной кухне? Это моя сексуальная фантазия. Ты ее угадала. Ну, я ее боюсь воплотить в жизнь. Ты ее угадала. Сейчас я слеплю себе тут свеклу. Да, я его уже весь истыкал. Ну, ладно. Ну, а при меня вы уже все знаете. Экскурсии идут. Книжки можно купить. Концерты можно посетить. Вся информация, которая вас интересует, есть в описании под этим выпуском. Надо, наконец, отпустить оператора. Он уже задолбался. Скай бежит. Скай бежит. Неуклюже по лужам. Да. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok